Отбор спортсменов нашего региона и округа на всероссийские соревнования проходит ежегодно и чаще всего выпадает на вторую половину года. В этот раз очередь побороться за путевку на Россию выпала дзюдоистам. Первенство ДВФО собрало во Владивостоке более 200 спортсменов сразу из 8 регионов Дальнего Востока. Дальний Восток у нас, наверное, уже, честно говоря, как прописался, практически через каждый год он проходит у нас. Это 18 лет, уже, наверное, второй год, и в этой ситуации, будем говорить, наши спортсмены всегда на лидирующих позициях. То бишь меньше, чем 10 мест отборов попадания в финал России, мы, наверное, не помним, чтобы у нас такое было. В борьбу на первенстве вступили две возрастные категории – юноши и девушки до 18 лет, а также юниоры и юниорки до 21 года. У всех не только разный опыт, но и так называемая база. Многие, например, приходят в этот вид спорта из соседнего русского самбо. Говорят, что суть та же, только динамики больше. Вообще я самбист. В том году занял второе место на первенстве России в городе Пермь была Россия по самбо. В дзюдо выезжаем на соревнования тоже, ну, реже, больше, как по самбо выступаем. Вот сегодня пригласили повыступать на первенстве Дальневосточного федерального округа. Нравится бороться, побеждать. Вот именно вот эта атмосфера на соревнованиях. Больше, чем танцы, либо что-то другое. Самбо – пять лет. Но больше нравится дзюдо. Удушающие можно делать. Люблю душить. Если говорить о приморцах, то последний успех на России у местных спортсменов был примерно пять лет назад. А все потому, что конкуренция на главных соревнованиях в стране стала колоссальной. Молодежь рвется в дзюдо. Здесь, во Владивостоке, например, интерес к этой борьбе недавно подскочил в разы. Скорее всего, свою роль сыграл Восточный экономический форум, на котором пристальное внимание в спортивной сфере уделили именно дзюдо. Конечно, такие соревнования, как дзюго-уракана международный турнир. Люди увидели, люди заинтересовались, так же, как дети, так же, как и родители. Конечно, приходят, записываются. Мы популяризируем тем самым, что у нас проходят такие соревнования. По итогам этих соревнований победители в возрастной категории до 18 лет поедут защищать честь региона на первенстве России в Ялте. А ребята постарше, до 21 года, поедут на такие же соревнования, но уже в Иркутск. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.